В эфире новости по игре Икар. Пушистого всем дня, это Тая. Поехали! Обновление 105 недели представляет нам три новых знака в деревенском стиле. Найти их можно на первом уровне дерева технологий, а создать в интерфейсе персонажа из палок, дерева и волокон. Мы сможем разместить эти знаки на стенах и на полу. Это еще один элемент украшения своей базы в деревенском стиле. Помимо этого были визуально изменены слоты для брони, света и крупногабаритных предметов. А также теперь мы можем бросать тушу животного при помощи горячей клавиши, назначенной в настройках. А еще литейная больше не будет просвечиваться сквозь стены. Спойлер следующей недели. В будущем патче нас ожидает новый рюкзак. По мнению разработчиков, он будет полезен для игрока-медика. Имея повышенный урон и восстановление здоровья, персонаж с этим рюкзаком сможет приходить на помощь своим раненым товарищам. А теперь о планах на более отдаленное будущее. Работа над батареями продолжается. Сейчас они находятся на стадии внутреннего тестирования. Изменение системы электроснабжения затрагивает и другие существующие в игре элементы, которые также придется обновить. Например, верстаки, работающие от электричества. Еще одно крупное изменение, запланированное на ближайшее будущее, коснется системы маунтов. У них появятся уровни и собственные деревья талантов, а также возможность передавать прирученных животных от одного персонажа другому. А теперь перейдем к планам на еще более отдаленное будущее. На всех картах могут появиться улья диких агрессивных пчел. Но также мы сможем разводить и домашних пчел и собирать с них мед и воск. Появится еще больше животных. В статье упоминаются летучие мыши, киви, овцы, куры, а вместе с ними и новые ресурсы. Будет добавлен внутрь игровой справочник, в котором мы сможем найти информацию о любом предмете. Также запланирована переработка системы водоснабжения. Появится возможность очищать воду и баф из-за употребления фильтрованной воды, из которой можно будет делать различные напитки – чай, кофе, какао. На четвертом уровне дерева технологий могут появиться турели, которые будут защищать наши базы. И помимо этого всего нас ожидает расширение карты Прометей, а именно добавление двух новых регионов. Они будут ориентированы на хардкорное выживание с ограниченным количеством ресурсов и суровой погодой. В одном из своих видео я уже показывала, как может выглядеть полная карта Прометей. Возможно, именно это изменение нас и ожидает. По словам разработчиков, все эти новинки появятся в игре в течение следующих нескольких месяцев, в еженедельных и более крупных обновлениях, но никаких конкретных дат не озвучено. Лайк, подписка и звон в колоколец как всегда остаются на ваше усмотрение. Таким было обновление 105 недели. Это была Тая. Удачных вам миссий, старатели!